Всем привет! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, меня зовут Галина, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь, в стране. Если вам нравится подобного вида формат видео, новости обожаете, хотите узнать, чем на самом деле живут турки, интересуются, подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Ссылка будет в инфобоксе под видео. Также хочу напомнить о том, что это информация из открытых источников, ранее опубликованных здесь, в стране. Я просто занимаюсь переводом, никакого личного отношения или оценки я не даю и без претензии на профессиональную журналистику. Это просто мой личный блог. Так что давайте приступим. Давайте начнем с самой главной новости, которая до сих пор, конечно же, не сходит у нас телеэкранов, новостных, твиттера, телеграм-каналов, вообще везде. Это, конечно же, история поддержки Палестины, войны Израиля и Палестины. И вообще, как у нас сейчас, социализируется общество, разделяется об этом подробнее. Начнем сначала с общего. По факту, что мы сейчас имеем? В Батмане был огромный протестный митинг в пользу, в поддержку Палестины. Также на выходных были набеги, продолжались на несколько сетей. Это Старбакс, Бургер Кинг и Макдональдс. Чаще всего, конечно же, подвергается этому Старбакс. Приходят люди, которые про палестинских взглядов. У нас очень большой масштаб набирает система отказа, бойкота, отказа от товаров, компаний, американского или израильского производства. Я уже до этого в других выпусках новостей об этом рассказывала. Ссылку оставлю под видео, можете пройти посмотреть. Есть определенный список, который каждую неделю пополняется. Это список в интернете, марок, фабрик и так далее. Могу отметить со стороны, что список не очень корректный. Очень многие фирмы, которые там указаны, они имеют интернациональное производство или руководство. То есть конкретно отнести это к Америке или к Израилю в частности, ну просто невозможно, потому что огромные холдинги. Но тем не менее, есть такие идейные люди, более радикальных взглядов, которые, например, Старбакс, они приходят в Старбакс, читают какие-то проповеди, ругаются с людьми, они забирают их кофе, выливают его демонстративно, типа назовем это флешмобом, да, такой мини-демонстрацией против людей, которые позволяют себе в кофе. Какая претензия не попить кофе Старбакс, что это американский бренд, идите в какой-то другой рядом кафе. Старбакс это символ такого американского образа жизни, бренд определенный на образ жизни, на открытость, демократию и все прочее с этим связанное. Что важно отметить? Мы почитаем комментарии под этими видео в интернете. Я не могу сказать, как всегда, что общество разделено 50 на 50 людей, которые не одобряют подобные флешмобы и набеги на своих же граждан, они это прям называют в комментариях буллингом своих же граждан, не одобряют большинство именно такую форму протеста, что это очень неправильно, несправедливо, нечестно, вообще это очень глупо. Почему? Комментарии под видео подобными в интернете. Купим, давайте вам билет до Палестины, едьте, воюйте, если вы за них. Второе, если вы хотите делом помочь, зачем вы буллите своих же граждан, это глупо, нелогично и так далее, ну протестуйте, отказывайтесь от товаров, от фирм, отказывайтесь, это дело выбора каждого, это наше право. Вы вредите своим гражданам сейчас, а не, например, тому же Израилю, как государству, их экономике. Это, типа, бред, вообще нелогичные действия. Самое популярное о том, что обратитесь, пожалуйста, напрямую к своему правительству, которое разрешило так много Старбакса открыть в стране. Дело в том, что после Америки Турция в рейтинге по большему количеству Старбаксов за рубежом, за границей Америки. То есть это самая популярная кофейня здесь в стране, их самые тысячи количества кофейн открытых, самая большая сеть, это в Турции, во всем мире, представляете, после Америки. И они вообще, люди обычно в комментариях об этом и пишут. Типа, если вы такие смелые, то идите к правительству, почему вы отрываетесь, например, на своих гражданах. Ну, в общем, вот он здесь, вот этот идейный и политический, и в социуме идет разрыв большой. Даже среди людей, которые поддерживают, например, палестинцев, ну, они не одобряют подобные действия своих граждан, которые нападают на своих же или просто занимаются порчей имущества. То есть есть конкретное такое мнение, что, в общем, мне нравится, собирайтесь и едьте, воюйте за Палестину. Как бы в чем вообще проблема, как бы. Едьте в газу. Вот это сейчас дискусс идет самой главной в обществе. Вот это разделение. И опять у нас здесь мы выходим именно по комментариям, если... То есть не одобряют подобные набеги и физическое какое-то нападение на имущество другое и других людей. Это, конечно же, большинство. Но 50%, как у нас остается, какой-то нейтралитет и вообще про демократию больше не ищет там какой-то оправданок. Никто здесь плакатами за Израиль не выходит. И которые против радикально, их тоже, в принципе, половина. На ней и собирают митинги, которые пропалестинские у нас здесь происходят. Далее. По поводу вообще гуманитарной помощи. Вот по факту государство сейчас занимается сбором гуманитарной помощи. На государственные деньги, если людей ничего не собирают у нас здесь нигде. Отправляли корабли, два суда, с помощью очень много амбуланс, скорых помощи, медикаменты и бригаду врачей, спасателей туда. Они уже давно, порядка месяца, находятся. Порядка 40 человек тяжелоонкобольных привезли буквально вчера в Анкару. Поместили их в государственные госпитали. Это онкобольные палестинцы, которым нужна помощь. Там и дети, и взрослые разных возрастов, разная группа населения. Также из Измира был отправлен корабль с гуманитарной помощью. Несколько дней назад он уже прибыл, его разгружают. И они ждут загружения на этот корабль. И чтобы в Турцию приплыло порядка тысячи человек, именно онкобольных, которым нужна помощь. Они в острой ситуации именно по онкозаболеваниям. Кому нужно вот это спасение и кого не было доступа к медикаментам, кто прервал свои курсы лечения из-за войны. Также у нас выгрузилась статистика, или можно сказать ее вскрыли, опубликовали, обнародовали статистику о том, что около трех тысяч человек за последний месяц афганцев депортировали из Турции. И депортация афганцев, как бы это большое дело было, это Пакистан официально объявил, да, вот эти условия, что после первого ноября официально, да, кто там не устроился и так далее, нелегально живет. Афганцы в Пакистане должны уехать, покинуть страну. Но, тем не менее, по сути, политика Турции подобная, но и без огласки какой-то тоже потихоньку. Также по иностранцам и отъезду от ТОКу на 10% за последний месяц упала продажа недвижимости в Турции вообще по всей стране, не только для иностранцев, а вообще. Второе, 30%, примерно 27%, ну, округлим 30%, украинцев и русских вместе покинули страну за последние 3-4 месяца, то есть где-то с середины лета, там, в течение осени, из-за дороговизны жизни, арендной платы, поднятия цены, всего прочего, отток населения происходит. Большей частью этот отток в Анталии, в Алании, в том попережье, потому что там, ну, там очень перенаселено все было. И еще очень много, плюс где-то 30-40% это к населению Северного Кипра, к турецкой этой стране, русских и украинцев, то есть у кого есть деньги и бизнес, все выводят туда либо деньги, либо покупают жилье, очень много приобретений на Северном Кипре, заселяют его. А там вообще перенаселение начинается, там климат помягче, цены такие же, в принципе, как в Турцию, но из-за отсутствия, скажем так, связи экономической некой непризнанности Северного Кипра в юридических документах, там проще вести некие обороты с деньгами, недвижимостью, бизнес и так далее. Давайте перейдем к внутреннему, что на стране здесь происходит. Таксисты Стамбула, палата таксистов обратились опять у нас в муниципалитет с просьбой, с запросом поднять стоимость такси на 60%. Еще сверху, напомню, что буквально пару месяцев назад у нас было это подорожание, сейчас минимальный проезд такси по Стамбулу, посадка человека и минимальная, неважно сколько ты там, по минимуму, 5 метров проехал или 150 метров, минимальная оплата с посадкой и дистанции в районе 70 лир сейчас. Посадка человека стоит примерно 1975, просто то, что ты берешь такси, да, ты еще не начал ехать, и 7,5 лир стоит километр расстояния, вот такие сейчас расценки в данный момент в Стамбуле. Ну, люди, конечно, очень многие отказываются либо от своих машин, либо от пользования такси, потому что это очень дорого, невыгодно, пробки огромные, бензин дорогой, который вот недавно повышался, пару месяцев назад. Очень многие переходят на общественный транспорт в Стамбуле, на метро, поэтому коллапс большой у нас транспортный, утром очереди в метро, на там автобусы, в общем, на наземный транспорт подземный в городе у нас. Но я не скажу, чтобы я заметила, что очень сильно разгрузились дороги. У нас здесь, такое я вам расскажу, именно про Стамбул, не про всю Турцию. Турция была немножко, назовем, в теневом бане по поводу машин Тесла. Очень многие назаказывали по предзаказу их, но их очень долго не отгружали, не поставляли в Турцию. В Стамбуле буквально месяц назад, полтора, начали поставлять Тесла. Перенаселение машинами Тесла в Стамбуле их очень много, буквально на каждом шагу, несмотря на их стоимость. Примерно сейчас Тесла в базовой такой комплектации в районе 4 миллионов лир стоит. Ну, это как хорошая иномарка, новая с завода. Тоже такие цены 4-5 миллионов среди там BMW, Audi и так далее. Очень это сейчас машина популярна и прямо она везде в Стамбуле. Ну, я скажу сразу, что практически на каждой заправке у нас есть электростанции заряжаться, на парковках очень много есть зарядка. Это, к слову, я к чему рассказываю, к экономике. Кто-то на автобусы пересаживается, что дорого, это дешевле. А кто-то Теслу себе за 4 миллиона покупает. Вот оно, расслоение социальное в Турции на данный момент. Стали известны победители конкурса Best Model of 2023 of Turkey. Это мужчина и женщина, две номинации модели. Почему это знаковое событие? Потому что очень много знаменитостей турецких актеров, моделей, телеведущих. Они все, как правило, проходят через этот конкурс. Конкурс очень старый. У него очень много десятилетий уже идет, многие годы. И это какой-то трамплин определенный. До того, как был Инстаграм, инфлюенсеры были, вот это все социо. Это был раньше, допустим, возьмем 10 лет назад, 15 еще и 20 лет. Это был трамплин к популярности, к медиа, к телевизору и так далее. Победа на этом конкурсе – это контракты, рекламные в первую очередь, предложения, актерские роли какие-то первые, обычно второго плана. Если супер-мега кто-то красивый, то этих берут главные роли. Очень сейчас топовые, которые актеры в сериалах турецких, они, по сути, вот если посмотрите их историю, практически очень многие либо победители этого конкурса, либо точно участвовали, либо там какое-то второе-третье место, в общем, занимались. В этой заварухе топ-модели, они держатся. Несмотря на то, что очень много инфлюенсеров социальных сетей различных, которые сейчас дают вот эту популярность и, по сути, можно сказать, что утратила значимость вот эта организация этого мероприятия, медийность можно получить абсолютно не касаясь моделинга какого-то, но до сих пор это еще некая традиция, и до сих пор этот конкурс проходит. Также у нас продолжаются аресты и проверка вообще соцсетей, блогеров на налогообложения. Дело-то, кстати, было давнее, ему уже три года, но у нас новые аресты произошли, двух сестер. Это взяли под стражу фэшн-блогеров и ведущих, их зовут Нихаль и Бахар Джандан. Они подозреваемые в мошенничестве. Вообще история здесь уже не про налоги больше, но тоже с финансами, это прям мошенничество, прям уголовная статья другая. Но они поучаствовали в розыгрыше, собрали около с 13 человек около 10 миллионов лир, это еще по старым ценам, три года назад, да, для розыгрыша типа автомобилей, собрали деньги на покупку их. Короче, люди отдали деньги, никаких автомобилей не получили, собрали коллективные иски, отдали в суд. Вот типа три года идет это дело. Это девушки, блогеры фэшн, они участвовали вот в этой рекламе, как бы типа организаторами не являлись, но были вот этими лицами, зазвалами этого мероприятия, которое в итоге, ну, людей просто ограбили, да. Также вчера метро в Измире по ветке направления Барнова сошел вчера поезд с рельсов, врезался в ограждение в стену. Никто, насколько я поняла, не погиб, слава богу, пострадавшие люди есть. В Бурсе молния ударила в здание, оно было пустым, но молния просто его уничтожило. Здание тут же загорелось, это бизнес-центр, слава богу, это было ночью. Оно просто воспламенилось, никто не погиб, не пострадал, там никого не было. Но воспламенение и, как бы, скажем так, масштабы этого пожара были просто огромные. И знаете, что удивительно, что-то молния попала в это здание, и оно стоит такое, ну, не прям супер густо, но в притычку дома населенность очень большая этого района. Чудом не попало здание, где живут люди, где могли бы быть жертвы, вот так получилось. Этому зданию просто дали догореть, потому что тушить его смысла не было, оно просто как спичка сполыхнуло, и оно просто испепелилось за, там, считанные часы. Ну, и вообще, если давайте закончим все-таки этой политической историей, я тоже хочу внести вот последний движ двух недель, что в стране обсуждается. Активно обсуждается публикация в Твиттере одного журналиста, его зовут Джихан Митин, и он опубликовал список официальных источников о том, как коммерческие корабли суда отгрузку делают товаров в Израиль за последний вот этот месяц войны. Их там очень много. Каждый день порядка семи судов уходят в Израиль, то есть торговля страны, экономики, она продолжается. Из официальных источников он также нашел статистику Израиля о том, что их товарооборот с Турцией в октябре 23-го года еще и увеличился на 12% от октября годом ранее 22-го года. И он поднимает очень большой вопрос, как бы это затрагивает вот этих людей, которые ходят, громят Старбаксы, ходят на митинги, вопрос их к правительству. То есть получается, что мы физически, и наша помощь мы забираем каких-то онкобольных лечить, отправляем парочку-тройку судов гуманитарной помощи, очень активно политически это обсуждаем на просторах телевизора, в парламенте эти очень много заявлений президент делает на эту тему помощи, и вообще этого конфликта призывают очень много к чему, к бойкотам и так далее. Называл, например, Нитаньяху террористом и государство, террористическое суд там недавно подали. Но по факту бизнес-чест-бизнес, деньги идут, и он поднимает эти очень многие вопросы. И вот я думаю, что следующие несколько дней неделю новостная повестка в стране, если она наберет обороты, это такое прям, ну, в нужное, скажем так, место среди этот укол. И эта информация, она очень сейчас ложится хорошо в строчку людей, которые задают вот эти вопросы. Почему это важно? Потому что у нас выборы весной, не забываем об этом. И сейчас эта история с Палестиной также используется, тем более у нас был выбран новый, скажем так, демократическая партия, и лидер самой крупной ГГП. Я думаю, что борьба сейчас будет завязываться на этом. То есть сейчас это поле популистики политической мировой перейдет на внутреннюю политику в стране. И сейчас начнутся опять через парочку-тройку недель, через месяц большие противостояния, вот эта возня внутренняя перед выборами, которые здесь будут в стране у нас муниципальные весной. В конце, самое последнее воскресенье марта назначены выборы. И сейчас будут на этом, конечно, спекулировать. Посмотрим, что у нас будет дальше. Вот такие новости Турции на данный момент. Спасибо вам большое, что обратили внимание, посмотрели. Буду признательна, если поставите лайк или просто напишите комментарий для поддержки канала. Распространите видео в соцсетях, кому-то поделитесь, отправите. YouTube просто увидит, что видео полезно и предложит его еще большему количеству пользователей. В общем, до новых встреч. Встретимся в следующем видео. В инфобоксе под видео ссылка, подписывайтесь. Телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Спасибо за внимание. Всем пока.